Так, коллеги, еще раз добрый день. Предлагаю начинать. Сегодня мы приветствуем вас всех на учебном курсе по Find BI версии 6 от компании BI Consult. Занятие у нас с вами второе на тему различные источники данных и настройка подключений, создание источников данных из SQL, параметры искали, которые нужно будет заводить и, соответственно, все ближайшие темы вокруг подключения данных. Меня зовут Виктория Козлова. Представляю направление бизнес-аналитики компании BI Consult. Сегодня с нами Наталья. Это ведущий разработчик Find BI непосредственно и также она будет преподавать сегодняшние мероприятия и всю серию занятий, которые у нас с вами запланированы. Давайте немного кратко. Вначале расскажу о компании BI Consult. Кто мы такие, почему занимаемся непосредственно этим. Мы на рынке с 2009 года и на протяжении последних 14-15 лет успешно занимаемся внедрением топовых BI инструментов. В последнее время это стал Find BI. Это в действительности хороший инструмент. Мы имеем свой собственный учебный центр. Выпустили порядка 2000 выпускников. Сертифицированные все выпускники, соответственно, проходят обучение, сдают экзамены, получают сертификат от вендора о том, что они действительно имеют знания в той или иной области. Соответственно, вы тоже можете пройти обучение и получить подтверждение своими знаниями. Это помогает как в работе компании, а также, если вы руководитель, для того, чтобы понимать, кто из сотрудников работает сейчас в вашей команде. Find BI – это довольно-таки дружелюбный селф-сервис инструмент, интуитивно понятный интерфейс, простота внедрения, отмечается поддержка, масштабирование, огромное количество источников данных из коробки, которые можно подключить. Также отмечается высокая скорость работы Find BI. Были проведены уже нагрузочные тестирования в России. Соблюдаются все политики безопасности, то есть поддерживаются подключения через AD, LTAB и другие системы. Сразу скажу, что на нашем сайте вы можете найти ссылку на дистрибутив Find BI, его скачать и установить себе локально на компьютер. Сейчас у нас с вами бесплатное обучение, но при этом также мы представляем платное обучение, более углубленное. Вы можете изучить как версию 5, если она у вас сейчас стоит в компании, она вам нужна для работы, а также изучить более детальную шестерку, все ее уже в последующей версии для того, чтобы понимать, как администрировать сервер, продвинутая разработка, более сложные формы отчетов. А также есть, скоро у нас будет разработка отчетов Find Report. Это второй продукт от компании FanRuan. Мы поддерживаем FindRuan в России, соответственно, у нас есть YouTube-канал, на котором вы можете изучить информационные обучающие курсы по Find BI уже выложены, как создать дашборд за один час. Также можете пройти дополнительно двухнедельный спринт и изучить какие-то мануалы, полезные ответы на вопросы, которые возникают в работе. За годы работы уже, соответственно, идет вторая работа Find BI в России. Сейчас уже более 30 компаний внедрили Find BI. На нашем том же марафоне уже полторы тысячи человек прошли марафон и имеют компетенции и знания по Find BI. Сообщество России растет и превысило даже сообщество российского BI, которое существует в нашей стране. Поэтому продукт интересный и хороший. Сейчас есть проекты по миграции, активно в компаниях производится. Также Find BI выбирают при первом внедрении в своих компаниях. Сейчас вы видите на экране, что это есть компания HeadHunter, Nournickel, другие. Все логотипы не вмещаются, поэтому выявили там самые крупные для того, что вы могли посмотреть. По визуализациям. Довольно-таки большой набор визуализаций из коробки. Более 30 типов графиков, которые вы можете посмотреть. Также доступны конструкторы отчетности. Обращаю внимание, что вы можете дополнительно посмотреть наш учебный центр, про курсы более подробно посмотреть, канал на YouTube. Кстати, канал на YouTube именно нашей компанией является один из самых топовых и в России самый большой по количеству просмотров и, соответственно, подписчиков на российском рынке. Также, если вам интересно посмотреть другие биосистемы сравнения, вы можете посмотреть ежегодный обзор биосистем в проекте Круги Громова и перейти на сайт RussianBI и посмотреть. Все ссылки на полезные материалы я направлю, продублирую в чат, для того, чтобы вы могли спокойненько к ним вернуться и посмотреть. А можно ссылку не QR-кодом, а просто ссылкой на YouTube-канал? Да, конечно. В чат пришли. Да. Давайте сразу проговорим орг-моменты, прежде чем приступим к занятию. По умолчанию у всех у вас отключены микрофоны. Соответственно, если у нас с вами идет обучающее мероприятие, Наталья рассказывает, желательно как-то зафиксировать вопросы в чате. Там мои коллеги смогут вам подпитить или, возможно, сразу я. В момент вопросов мы будем их озвучивать. Также микрофоны в момент сессии вопросов-ответов вы можете включить, поднять руку. Мы вас вызовем уже в эфир, и, соответственно, вы его озвучите, и мы его будем обсуждать. Скажу сразу, что это не односторонняя в сессии вопросов-ответов. Если у вас, слушатели, также возникает какое-то мнение по поводу вопроса, или вы хотите что-то доуточнить, это можно спокойненько задать вопрос и спросить у коллег, или наоборот, дать свое видение, или как было у вас на практике. Наталья, передаю тебе микрофон. Коллеги, добрый день. Рада всех приветствовать. Сейчас, в минуточку, я отключу свой рабочий стол. Видно, слышно меня всем? Да. Отлично. Сегодняшняя тема – это возможность по работе с данными, источники данных, которые можно использовать в Find BI. Работа с данными, возможно, на нескольких источниках. У нас, как я рассказывала в прошлый раз, есть раздел Public Data, который готовит администратор, и у него достаточно большой спектр вариантов получения данных и подготовки их для дальнейшего использования пользователя. В первую очередь, я создала здесь папку обучения, покажу, какие есть возможности. Как вы видите, у меня их достаточно много. Появилось в 6.0.13 возможность с помощью плагинов подключить источники Python и IPRS. Сегодня я не буду о них подробно ничего рассказывать. У нас такой обзорный курс – это для дополнительного, более глубокого изучения. Классические – это подключение Database Table, SQL и Excel Dataset. Как вы помните, в прошлый раз я подключала Local Excel на уровне источника данных для My Analysis, в Analyze Topic. Мы также можем Excel загрузить как источник Dataset в Public Data. Он будет тогда доступен всем пользователям, у которых будет выдан доступ на этот Excel. В принципе, ничем не отличается. Обновление только вручную и невозможно никак обновить. Но у FineBI есть для этого случая альтернативное решение, о котором я сейчас расскажу. У FineBI есть такая возможность, как подключить сервера датасета. То есть мы данные загружаем на сервер, и они становятся внутренней базой сервера. И тогда мы к ним уже можем подключаться отдельно. Для того, чтобы создать сервер датасет, мы заходим в Администрирование систем менеджмент. В Data Connection есть такой раздел Server Dataset. Давайте посмотрим, какие есть возможности. Здесь есть SQL Иерархия, файл и SCV Dataset. SCV Dataset подключается с помощью плагина. Если нужно будет указать, какой плагин, напишите, я покажу, как его найти. Он бесплатный, он доступен всем, либо как локальный файл, либо через магазин плагинов. Здесь также SQL Датасет можно загрузить. Как видите, у нас указан источник Connect. То есть нам нужно перед этим подготовить Connect. Но пока мы не будем с этим работать. Я вам покажу примеры. Иерархический датасет, файловый и SCV, не обязательно. Он, в принципе, аналогичный файловому датасету. Как здесь делается? Мы готовим данные, Excel файл с хранением. И для него указываем колонки, которые являются ангенальным и родительским. И FineBI автоматически разбирает, выглядела исходная табличка вот таким образом. И FineBI разбирает на три уровня иерархии. Таким образом, вы сможете использовать древовидные источники информации. Это у нас три. Сейчас я покажу, как их использовать в Fine. Давайте добавим теперь файловый датасет. Я подготовила XML файлик специально для того, чтобы показать, как его загружать. Обучение. Это у нас XML файлик. Lordi.exis, значит, будем брать сервер. Я уже тестировала, поэтому они уже есть у нас на сервере. Как вы видите, файлы при загрузке оказываются в каталоге Reportlets. XML текстовый отдельно в каждой каталоге. Мы можем также его сейчас загрузить. XML датасет. Сохраняем. У нас, видите, появляются вот такие вот файлики. Файл и датасет. Давайте еще текстовый. Посмотрим. Здесь я удалила. Если мы сейчас попробуем отобразить, мы увидим данные. Но видите, space, поэтому нужно поменять. У нас запятая разделитель. И для того, чтобы корректно отображалось. Как вы видите, интерфейс достаточно прост и интуитивно понятен. То есть у нас encoding time, кодировка файла мы должны указать. Если пусто, то и разделитель между значениями, который позволит нам понять, по какому условию данные должны быть разбиты. И таким образом у нас появляется текстовый датасет. Сохраняем. И у нас он появляется в списке. Что делать дальше с такими источниками? Ну, Excel здесь точно так же. SCV точно такая же структура. То есть мы указываем табуляцию, по которой будут распределяться значения. Хочу отметить такой момент, что сервер датасет и файловые датасеты не предполагают больших объемов. То есть если у вас огромный датасет, то лучше его, конечно, загружать через промежуточную базу данных, хранилища. Это источники, которые на самом деле не предполагают большого объема данных. Это какие-то специфические выгрузки, но небольшие. Excel, по-моему, до 20 мегабайт поддерживается. Что делаем мы дальше? Мы загрузили. Теперь мы выбираем датабейс и выбираем сервер датасет. И здесь мы видим, что наши загруженные файлы стали табличкой базы. Мы их можем набрать себе. Иерархия – это был Excel. И они у нас появились. Как видите, у нас подчеркнутые. Это что означает? Это означает, что у нас в директ-режиме получены данные. Шестеренка рядом с словом public data заголовком позволяет нам переключаться между режимами директ и спайдер. Напомню, директ-режим означает, что мы данные получаем в прямом эфире, то есть онлайн. Мы зачитываем их. Также здесь возможны настройки кэширования. В спайдер означает, что мы данные загружаем на сторону сервера. В случае сервера датасет, в принципе, можно, они и так на сервере, можно в директ-режиме. Сервер датасет позволяет обновлять данные, если вы вносите правки непосредственно на файл, находящийся на сервере FineBI. Как я уже указывала, что эти файлы находятся по пути reportlets, либо txt, либо xml, либо excel. То есть если вы вот этот файл на самом сервере FineBI обновите, то данные у вас будут обновляться, если вы настроите обновление в спайдер-режиме. В спайдер-режиме у нас будет то же самое. То есть мы подключаемся к серверу датасет и выбираем таблички, которые нам нужно получить. Данные обновляются. Можно все обновить. Так, здесь мы обновляем, запускаем обновление. Обновляемся полностью. FineBI предполагает обновление либо полное, либо инкрементное. Но это отдельный разговор. Сегодня я не буду об этом много рассказывать. Получается, у нас обновились данные и загрузились. В дальнейшем мы можем эти данные использовать, подключать в тему анализа и использовать в своих визуализациях, чартах и работать с этими данными. То есть это один из способов. Благодаря тому, что здесь появляется у нас возможность настройка обновления. Достаточно гибко здесь можно настраивать обновления. FineBI в этом плане предоставляет все возможности. То есть правил достаточно много времени вы сможете обновить, запрашивать онлайн обновления, если вы обносите правки в файл, который находится на сервере. Аналогично идет работа, если у нас другие источники данных. Давайте теперь посмотрим, как же подключить, создавать коннекторы. Сегодня я покажу на примере двух коннектов. На самом деле они у меня уже созданы и работают. Хочу просто некоторые нюансы отметить, чтобы не тратить время нашей встречи на ввод параметров подключения. Давайте посмотрим, что же нужно указывать при создании подключения. Это название коннекта, которое желательно не менять, потому что если вы меняете наименование коннекта, то все таблицы, с помощью которых были подключены, все таблицы будут инвалидными. То есть FineBI в этом смысле не проявляет гибкость изменения наименования коннекта. Драйвер. По умолчанию FineBI уже содержит большое количество драйверов для большого количества таблиц и типов подключения. Здесь можно видеть перечень с картинками для того, чтобы вы быстрее нашли ваш необходимый. Если нет подходящего, всегда можно GDBC, аддать GDBC. Вендор на вопрос, что можно подключить, всегда отвечает просто. Есть GDBC драйвер, значит можно подключить. Если у вас есть к чему-то GDBC драйвер, то вы сможете настроить подключение. В случае, если драйвера подходящего в загрузках нет, сейчас мы посмотрим, то есть у нас вот на примере ClickHouse, если сделать Default, то у нас выйдет ошибка. Нет подходящего драйвера. То есть загруженный драйвер, заложенный в Vendor FanRuan для FineBI не соответствует. Что делаем? Тогда мы выбираем Custom и у нас добавляем драйвер. У нас есть такая драйвер менеджмент. Здесь достаточно легко загрузить драйвер, даже не заходя на сам сервер. То есть я удаленно в интерфейсе захожу и создаю наименование драйвера и указываю, откуда же локально он хранится у меня, не на сервере. Хотя в данной ситуации мой компьютер является сервером, но в общем случае вы локально можете драйвер загрузить, и он у вас появится. Вот мы выбираем, у нас появился драйвер. Что мы делаем дальше? Здесь мы указываем Custom и выбираем загруженный драйвер. К сожалению, видите, при изменении свойства с Default на Custom, у нас сбрасываются подключения, и это подключение нужно восстановить. Надеюсь, чтобы было проще, достаточно сохранить URL и автоматически все подставится. Также хочу отметить важную вещь. База данных содержит часто много схем. И для того, чтобы выбрать ту схему и указать схему, которая именно содержит данные, необходимо нажать Click to Connect Database и в выпадающем меню выбрать ту схему, которая является содержимым таблиц именно с данными, а не информацию о самой базе данных. Выбирайте тщательно ту схему, которая будет в коннексе, иначе не получите нужный вам доступ к таблицам. Также подключение позволяет настроить SSH-туннелинг, и дополнительные характеристики, настройки тоже изучить можно и настроить. У нас появилось подключение, и теперь мы можем, используя это подключение, добавить данные, таблички с данных. Я уже второй сломала, сейчас проверим, который из них был перенастроен. Clickhouse 1. Здесь у нас есть. Если вы видите, что табличку невозможно выбрать, это означает, что она уже была загружена в Find BI, чтобы не было дублирования. То есть источник вы сможете загрузить только один раз под одним типом подключения. Если вы в Spider загружаете, то только один раз, и в Директе тоже только один раз, чтобы 10 раз не перезагружать, не подключать. Но это опять-таки для одного наименования подключения. Никто вам не мешает зайти в Connection, если очень надо, и продублировать Connect, его еще раз сохранить, и тогда повторно вы можете еще раз те же самые таблички выбрать, даже если они уже были выбраны. Это, конечно, не очень хороший вариант, но иногда, возможно, вам потребуется для тестирования или еще что-то. Ну, так можно сделать, но нежелательно. Опять-таки, напоминаю, у нас без подчеркивания это именно Spider-режим, и мы должны обновить данные и получить данные. Данные мы получили. Видим здесь значение. Я думаю, по DB, наверное, достаточно. В Spider-ре аналогично. В Spider-ре у нас аналогично. Давайте с другого Connect. У меня есть еще один Connect. Здесь можно набрать сразу все, либо поискать то, что вам нужно. Если вы собираете какой-то массив. Данные в Директе мы получили. Все они есть. Давайте посмотрим SQL. Для чего же нам нужен SQL? Вот здесь у нас SQL. SQL позволяет получить данные в том виде, в котором нам необходимо. Это может быть View представление или плоская таблица, чтобы не тянуть очень большой объем информации, либо маленький кусочек вы хотите. Либо еще, либо вам, если вы думаете, что с помощью SQL-запроса будет более оптимально получить массив данных, то Find BI предоставляет вам такую возможность и гибкость использовать именно SQL-запрос. Например, можно получить вот такой... Написала я запрос, подготовила. С помощью такого запроса получить вот набор данных. Это плоская табличка у нас получается, которая соединяется по правилам Left Join в несколько таблиц. Аналогично мы можем в Direct-режиме, а также можем сделать в Spider-режиме. У нас это аналогичный подход. Но здесь у нас требуется обновление. В чем принципиальная разница, которую можно использовать касаемо SQL-запроса? Давайте используем этот источник в качестве основания для создания таблички. Предположим, у нас вот такая табличка. Помещаем этот компонент на дашборд. Добавляем фильтр-компонент. Фильтр-компонент по стране. Здесь мы выбираем страны и по умолчанию у нас фильтруется. Но мы помним, что в этот момент у нас отправляется запрос, который получает всю информацию из базы данных. Для того, чтобы проверить, какой же запрос у нас отправился, достаточно получить актуальный блок. Давайте посмотрим, какой запрос отправляется в этот момент. А вы, наверное, это не видите. у вас, наверное, не отображается, да? Да, не видно черный экран. А сейчас... Я забыла экран. Вот так. Вот так видно? Да, так видно. Отлично. Можем посмотреть запрос, который был отправлен. Вот этот запрос. Мы выбрали фильтрацию, и данные были отправлены именно по тем значениям, которые мы выбрали. Видите, какой файнбайд теперь стал продвинут. Но все же, помимо того, что использовать фильтр, можно передавать эти значения в SQL-параметры. В запросе можно добавить SQL-параметры. Внизу у нас указана синтаксис этих параметров. в самом простом варианте будет у нас вот такое наименование. Выберем. Посмотрим превью. Все работает. Запрос работает. Мы сохраняем этот запрос. Теперь здесь мы убираем влияние компонента и указываем в Binding Parameters SQL-параметры. Называется он Country Name. Но для корректной работы, так как я сделала равенство, нам нужно, чтобы было только одно значение, которое мы передаем. Видите, особенность этой ситуации в том, что если мы используем тот же самый источник, то выбор у нас будет ограничен. В таком случае мы можем использовать измерения, в которых будет содержаться полный список значений. Я понимаю, что, возможно, для данного случая это не очень показательный пример. Public Data. Давайте данные из разных баз. У меня уже эти данные были. Мы используем другой источник. чтобы у нас не фильтровались значения. Таким образом, мы получаем весь список и уже можем передать то значение, которое нам нужно. Так работает гораздо быстрее, потому что здесь мы получаем именно из справочника, допустим, и передаем только нужное нам значение, которое передается уже напрямую в запрос, а не получается из таблицы фактов или какого-то большого исходного запроса, который мы написали, который объединяет несколько таблиц и получать список вариантов сложно. таким образом мы можем ускорить работу и сделать получать данные более эффективно. Никто не мешает на самом деле добавить, усложнить запрос из справочника получить список наименований, а в запрос в основном передать не наименование, а ID. Таким образом, скорость выполнения запроса в базу данных будет гораздо выше, чем когда мы запрашиваем по наименованию. То есть SQL-параметры и работа с SQL позволяет увеличивать работу на оптимизацию запросов, на оптимизацию получения данных и более возможно сложные или подготовленные фактически материализованные представления можно сказать Data Mart. Следующее, что я хотела показать, это работа с моделью данных, которые мы используем при разработке. Public Data мы выбираем с помощью Batch Chooser мы можем выбрать любое количество данных из одной и той же products, допустим, Customer Full, у нас были Offices, мы получили список, теперь в модели. Order Details и Order у нас связано по ID-шнику, Order Details и Products по Product ID, Customers по-моему с Orders и Office у нас Office City Country я не добавила. Удалить City City у нас получается схема в данной ситуации очень важно помнить, что нельзя кольцевать схему, то есть у нас это должно быть либо звезда, либо снежинка, но благодаря вот этой модели мы можем одновременно использовать все поля всех таблиц не соединяя, то есть если мы здесь допустим Product Name отсюда и в Details мы хотим увидеть сумму. Нам достаточно просто набросать поля из разных источников, соединенных в модель и таким образом можно создавать компоненты связанные между собой в компоненте создавать визуализации построенные на одной модели дан. подключение давайте я еще покажу вам быстро Python датасет на самом деле позволяет добавлять скрипты, которые уже были загружены. Но их нужно готовить, то есть вот эти части их нужно дополнительно готовить. Точно так же API-REST тоже нужно настраивать и готовить примеры. В принципе на сегодня наверное это все что я хотела показать. А еще также хотела отметить что FindBi позволяет создать соединения с локальными базами тестовыми которые являются файлами например exam.db которые при сдаче экзамена по fc и ftp требуется. Также есть fr-demo которая тоже в виде файликов на структуре лежит. Аналогично можно создать подключение к базе содержимого самого FindBi FindDB и LogDB и использовать в том числе для своих каких-то расчетов внутренних доступов и использовать в том числе и информацию содержимого самого FindBi то есть у вас могут быть различные подключения здесь достаточно все гибко опять-таки напомню также в Global Settings у нас есть настройки которые определяют Time Mount соединения и Driver Management позволяет создавать свои драйвера и загружать актуальные драйвера для ваших подключений также хочу еще раз отметить что встроено большое количество уже коннектов в случае если вы не знаете какую версию нужно драйвера подключить и вы видите что загруженная по умолчанию FindBi версия не подходит пишите нам в чат или в техподдержку если вы являетесь нашим клиентом и мы вам обязательно поможем с этим вопросом сегодня по теме я думаю достаточно она будет достаточно краткая но содержательная если есть вопросы предлагаю начать обсуждать вопросы Наталья подскажите пожалуйста вы показывали пример с параметром как его можно ну точнее в каком соединении вы его в спайдере можно его пробросить в директе в директе спайдер насколько я понимаю он не влияет у меня не получилось видеть влияние параметрам он не автоматически не запускает обновление данных это больше для директа спасибо большое добрый день спасибо очень содержательно прям интересно хотел узнать работа с расчетными метриками она входит в рамках сегодняшнего занятия это будут другие встречи у нас достаточно такой короткий сегодня именно коннекты источники данных буду взять данных как их потом как их потом использовать я в принципе и в прошлый раз показывала и сегодня показала что мы их добавляем и используем преобразование будет следующее уже ETL и так далее будет в другой раз хорошо вы сказали что по Python скрипту подключение вы сказали что у вас уже настроено можете чуть-чуть больше я не описала сам скрипт то что я посмотрела Python скрипт предполагает что Connect вы описываете в самом Python скрипте в этом плане благодаря скриптам есть здесь отдельно Python скрипт менеджмент и вы добавляете скрипты сам файл скрипта нужно добавить то есть Find BI не предполагает возможность смешивать данные из разных источников в этом плане наверное Python позволит это реализовать если получить данные из разных источников и их там преобразовать и выгрузить как выходной массив данных и загрузить а и уже тогда подключить Find BI что конкретно вы хотите подробнее слушать я не настолько внимательно погружалась изучала основная идея такая хорошо такой вопрос возможно всем в тему у нас тестовый сервер развернули но BI tools у меня например нет расскажите это плагин это плагин я не знаю сейчас давайте поищем он как-то по умолчанию иногда идет сходит просто но если что напишите мы его поищем я файлик чтобы локал инстал а он нужный вообще но он содержит много полезных возможностей для управления и так далее это вопрос не по теме пишите в чат такие вопросы пишите к нам в чат и мы будем отвечать по теме подключения источников данных какие есть еще вопросы смелее коллеги чем больше давай я задам вопрос который приходил на почту коллеги спрашивали а вот есть ли какое-то свое хранилище там как он называется можно ли его вообще подменить есть сейчас компания есть свое уже ДВХ построено и вот как быть в этом случае перегружаются данные и можем ли подменить итого два вопроса можем ли подменить внутреннее хранилище на свое и соответственно на чем строится внутреннее хранилище в НПИ внутреннее хранилище на свое вы просто создаете коннект к вашему хранилищу и работаете с данными либо в директ либо в спайдер в спайдер режиме данные загружаются на сервер файл на жесткий диск файловую систему и они там хранятся в определенной своей структуре до 100 миллионов строк спайдер хорошо работает с большим объемом лучше работать в директ режиме используя качественные запросы и параметры чтобы отбирать только те значения которые нужны но в принципе FNBI сам тоже как видите передает но передает значения а не идентификаторы пока они не добавили эту возможность что мы выбираем значения передаем идентификатор поэтому это придется делать вручную в эскуре запросе переинициализировать значения на ID чтобы в базе уже получать данные по ID здорово а если касательно подмены если в даже используются данные которые из внутреннего хранилища вы просто можете такую же аналогичную структуру таблиц использовать и как я в прошлый раз показывала в my analysis в компоненте мы можем всегда сделать switch data источник switch data и использовать тот источник который вы создаете уже на основании хранилища опять-таки напомню у нас есть прекрасный lineage view в котором видно какие источники легли в основу вот этого компонента то есть всю цепочку сейчас у нас find.bi предполагает еще уровень вот здесь можно lineage level 2 вот здесь lineage а здесь нет lineage level касательно именно данных то есть вы сможете проследить всю глубину данных которые легли в основу компонента Наталья можно вопрос да конечно вы рассказывали про серверные данные которые мы добавляем при помощи текстовых файлов а также там экселевских небольших документов вот и там был раздел именно иерархической структуры вот я не совсем понял целесообразность как бы загрузки именно вот в иерархии можно как-то другими словами более понятными сказать ну в чем смысл именно иерархической загрузки как я понимаю здесь именно идея создания вот этой структуры он создает айдишники на основании двух полей разделяет на три уровня то есть допустим если у вас здесь будет может быть 1.1.3 а потом у вас будет 1.1.4 а здесь будет именно три поля каждый из которых содержит свой уровень иерархии это дерево то есть в каких случаях это используется надо подумать я пока быстро не могу ответить мне кажется это полезно когда категорийное дерево например оно на бакенде удобно использовать вот в видео двух табличек родительскую категорию а в аналитике удобно ее вот так вот разворачивать и чтобы рекурсивные запросы написать то вот это было бы очень удобно тут забираешь просто табличку с родительскими категориями и он тебе при загрузке сразу же уже раскладывает а он раскладывает это с учетом сопоставления каких-то полей то есть я получается по названию их сопоставляю а идентификаторы генерируются автоматически да вот мы вот здесь сопоставляем оригинал идентифилд и родительский и на основании этого формируются вот эти три поля то есть это для того чтобы создать уникальные ключи получается в иерархическом сопоставлении я правильно понимаю или все же не туда я не использовала в своей работе поэтому пока не могу подсказать ну ясно поэкспериментируем спасибо большое моя задача была показать что это есть как вы сможете это использовать пишите идеи может быть также напомню что на основании сервера датасета выполняется много работы помимо именно административной работы можно выполнять это загрузка пользователей отправка создание задач и отправка на почту тоже можно делать через сервер датасет то есть сервер датасет такой универсальный инструмент для работы с системой можно использовать как в дашбордах так и для управления самого Find BI поэтому всем рекомендую посмотреть еще раз открыть и научиться пользоваться этим инструментом спасибо еще буквально пару вопросов возможно у наших участников тоже появится MongoDB то есть активно идет импортозамещение в том числе на данную базу данных можно ли к ней подключиться и соответственно как давайте посмотрим MongoDB это просто уже стоит я вспомнила давайте посмотрим плагин менеджмент вспомнила оно было где-то в плагинах я уточню у вендора по поводу часть коннектов возможно закрыта плагинами дополнительная ну и сразу вопрос если плагина мы не видим мы должны в магазин плагинов идти или как-то обратиться к вендору или там к нам же написать допустим компанию BI как это осуществляется процесс сначала в магазин потом к нам а мы вам уже подскажем мы уже свяжемся с вендором потому что они версии пишут новые под новые версии Find BI то есть плагины развиваются и стоит тогда обратиться к нам и мы подскажем именно тот плагин который вам подойдет на самом деле в документации достаточно можно поискать тоже эту информацию я поищу и вам отпишусь в чате потом про MongoDB хорошо и еще два вопроса это подключение к лаб кубам то есть многие кто работал там с табло с другими системами у них сейчас кубы то есть можно ли будет переподключить куб или необходимо будет собирать что-то с нуля таблицу можно только используя продукт FindReport и настроить связку Find BI FindReport там тоже плагин есть XML у нас на сайте есть статья на эту тему как это работает посмотрите пожалуйста там расписано но нужен второй продукт FindReport FindReport это второй продукт он считался изначально флагманским и он более сложный более серьезный требует больше навыков для работы но и также он более гибкий дает еще больше возможностей которые постепенно перетекают и FindBI по запросам пользователей наших но не все конечно мне кажется вендор согласится перенести но частично они стараются что-то перенести но предлагают также приобрести продукт FindReport который еще мощнее чем FindBI спасибо так ну я вижу что вопросы у нас закончились на данный момент коллеги спасибо большое за то что Наталья а можно еще вопрос да конечно а вы не подскажете как можно через логи посмотреть ошибки подключения драйвера вообще где-то можно так в логах просто в логах открываете все логи и смотрите в лог пишется все даже уровень инфо он пишет все если ошибка драйвера он это все напишет кстати она же где-то была у нас сегодня можно ее поискать я знаю что а если по контролев просто FindGuide пишет там несколько логов а какой конкретно нет основной это FunRun лог FunRun это основной лог всегда его берите в первую очередь смотрите а могу я не находясь на сервере прочитать этот лог да я же попробуйте поискать а сейчас давайте я сначала покажу не буду уже искать потому что не столь принципиально вы свою сами найдете это управление систем менеджмент вот здесь менеджмент лог и выводить даунлоуд лог то есть вы находясь в интерфейсе подключаетесь к серверу но не заходите физически на сам сервер и вы можете выгрузить логи вот вы нажимаете клик даунлоуд и у вас вот здесь он появляется то есть да сейчас это выраженная ситуация у меня потому что я работаю локально а так точно так же подключившись на свой сервер файнби сможете загрузить логи не заходя на сам сервер просто подключаясь локально у нас в наших серверах в наших стендах лишние там дашборды которые потому что мне проще показать на своем попортить подключение если они никак не повлияют на работу дашбордов не портить коллегам ничего а вы заходите сейчас находите под учетом просто админ или это супер админ да это есть один супер админ менеджмент под ним и проще всего показывается под ним у меня нет задачи показывать вам с точки зрения управления с точки зрения ролевой модели я просто показываю как это делается коннекты по идее это либо админ либо пользователь субадминистратор с правами подключения работы с коннектами это отдельная тема это к курсу по администрированию сегодня у меня нет задачи об этом рассказывать более подробно я немного посещаю какие-то моменты которые используются в работе но в принципе да это отдельная вопрос ищите в логах все есть на самом деле вентор всегда первую очередь спрашивают логи потому что они очень подробные особенно если вы понимаете специфику джавок общие знания вы найдете ошибки и принципе поймете что не так они англоязычные никаких китайских уроков здесь уже нет поэтому все хорошо работает так придумано сегодня все до вверх надо поискать там еще запросы вопрос в чате появились сейчас посмотрим вопросы в чате я могу голосом озвучить давайте давайте голосом так будет проще вопрос такой есть хранилище на постгресс в котором есть разные разные схемы которые содержат свои источники данных можно ли в пределах одного запроса подключаться к разным схемам там например стоит нет потому что если вы пишете SQL то вы все равно указываете connect а connect предполагает вы прописываете схему а если это разные схемы то вам не получится то есть мы даже SQL пишем connection у connection это определенная схема либо вы в одну схему либо создаете там какие-нибудь связи синонимы чтобы можно было получить информацию то есть вы можете это реализовать на уровне базы данных на самом деле если чтобы из одной схемы были доступны таблицы в другой схеме и тогда это будет работать а если она не fine у него в как подключение есть такой атрибут как паттерн или схема и мы видим таблицы только относящиеся к этой схеме данных если вы уже загружаете в spider и тот и тот уровень данных то в spider вы можете смешать все что угодно потому что для fine это будет все внутренняя база она все хранится на жестком диске и тогда уже не важен источник если директ если вы получаете в директе хотите или в spider и хотите в одном SQL туда на уровне база решайте вопрос спасибо либо получаете на самом деле вы можете написать SQL оттуда и отсюда честно говоря проще смешивать даже fine уже вы можете модельку создать если они соединены а вы в spider и соединяете все зависит от того объема данных которые вы используете быстродействие как лучше нужно искать решение идеальное в вашей ситуации хорошо пасеку обе и тулкид вот видите подсказали 5 и тулкид надали у тебя часть экрана закрывает какая-то плашка это учебный курс это чат все пропал это потому что я чат пыталась открыть и посмотреть что спрашивают коллеги да вот видите 5 тулкид позволяет установить будет by tools у вас он есть в магазине либо если надо спрашивайте отправим вам плагин можно в чате спрашивать да кстати скажу по плагинам то есть на сайте data finder в разделе скачать большая часть плагинов выставлена естественно вы можете зайти и их скачать не обращаясь к нам то есть мы их выкладываем по запросам того что вы могли зайти и в свободном доступе их скачать так как их огромное количество мы их не множим для того чтобы было удобнее людям что-то искать наталья спасибо большое за вебинар занятие сегодняшнее было очень полезно коллеги следующее занятие будет у нас на тему подготовка слов сервис до досета и их публикация также мы с вами поработаем с встроенным детали инструментом поэтому если у вас есть вопросы вы можете также заранее направить на почту в чат или уже непосредственно на следующей встрече мы с вами встретимся в пятницу также в 16.00 по московскому времени напомню что обучение нас ждет с вами весь октябрь каждый вторник и пятницу коллеги спасибо что пришли лично потому что так и гораздо интересно спасибо за вопросы чем больше вопросов тем будет более полезными наши встречи так что пишите готовьте вопросы по темам тема мы анонсируем тема есть на сайте описан курс и все темы указаны так что готовьте свои вопросы смотрите сами по этой теме что вы не понимаете пользуйтесь этой возможностью получить ответы на то что вас интересует и не тратить время на самостоятельный поиск спасибо всем хорошего дня всем хорошего вечера до спасибо спасибо всем хорошего дня спасибо всем хорошего дня